доброго вам времени суток в эфире программа размышления детские недетские вопросы я ее автор ведущий дмитрий брикман сегодня ответа на простые детские недетские вопросы будет искать артист сейчас выясняли актер или артист артист максим аверин максим добрый день здрасте прямо с самолета как я понял вы оказались на детских вопрос очень хорошо мы прямо так и нырнем значит вопросы настоящие вопросы детские ним ни одного придуманного нет каждый раз говорю мне кто не верит но это правда я вам верю глядя мне в глаза да мы об этом кстати тоже поговорим вопрос вопрос первого здесь появились у нас на святой земле на земле обетованной с программой которая называется все начинается с любви замечательно с этого и начнется наш сегодняшний разговор раз вы приехали сюда исследовать эту тему первый вопрос 6 лет мальчик что такое любовь это что-то новое необыкновенное это очень хорошо помню именно шесть лет вот я влюбился очень сильно прям вздыхать это вот когда держишь за руку когда начинается первое понимание как надо ухаживать твое представление об этом как надо ухаживать потому что в дальнейшей жизни уже наверно так мало кому удается это делать наверное это что такое первое первые вздохи любовь это первые вздохи до смотришь в другому на этот мир что-то в тебя что и когда ты задаешь маме вопрос точнее утверждаешь я хочу жениться как что сказала мама мама обалдела конечно но первый раз искал мам я женюсь у нас будет восемь детей хороший хороший то есть ответ значит любовь это первый вздох пускай был пускай будет и сразу жениться шесть лет девочка что любит любовь ухилки-палки серьезные вопросы нет это как раз и есть серьезные потому что что любит любовь сейчас я попытаюсь ответить на 100 я по искренним сейчас я попробую любовь любовь любит черт любовь любит когда вдвоем вместе как говорит михалков никита сергеевич никогда смотрит друг на друга а смотрит в одну сторону восемь лет мальчик а как понять что тебя любят когда тебя любят когда тебя понимают а в слово понимание я вкладываю очень много понимают значит не не эгоистично начинают расставлять приоритеты знаете когда говорят ставят на ультимативно вот выбирали бы я либо товаром того твоя работа когда тебя любят я бы очень хотел чтобы меня понимали понимали что я не ставлю на первое место на второе место там вот у меня на первом месте работы на втором месте ты там мама нам нет это все есть моя жизнь и когда меня любят я хочу чтобы меня понимали понимали что я без этих все этого всего того что с моей жизни есть я не представляю своей жизни вот это даже большая редкость стала чем дальше я живу тебя больше прямо что понимаю что меня мало редко когда начинают понимать именно и близкие люди это редкость я их все время пытаюсь как-то заставить чтобы понимание это очень сложный вопрос в жизни потому что мы все стали немножко знаешь как это бывает вроде говорят вот друг на друга а мимо мимо все как-то мимо а вы сами понимаете других людей я стараюсь понимать я скорее работу понимаете опять же говорить и наверное что-то пропускает как и любой наверно человек и что-то наверно пропускаю из вида но я стараюсь поднимать я уважаю свободу и другого человека и его его сложности его может быть не значит я может быть к себе лучше отключить на самом деле может быть у меня есть такой вопрос но чуть попозже я хочу называть вопросы вопросы очень хорошо мне нравится очень хороший вопрос такая редкость узнаете обычно сейчас теперь все интервью почти одинаково похоже то есть ваши творческие планы это однако дети не спрашивают про творческие им это не интересно правильно живешь живешь самый сложный кстати зритель это ребенок а вы любите вообще играть для детей нет почему потому что дети как говорил александр сергеевич пушкин злы бывают только дураки и дети когда их много они начинают совершенно хулиганить и выпендриваться друг перед другом хотя сейчас я работаю над тем чтобы сделать программу именно для детей очень хочу вы видите меня повзрослел я чем больше взрослее тем больше начал открывать для себя детскую литературу это может быть от того что так хочется чтобы мы иногда становились не инфантильными нет а иногда просто возвращались как я говорю к изначальному предназначению своему в этой жизни сейчас просто сходу собирался позже задать московский мальчик современный московский мальчик ему было восемь лет это важно москва современный они вместе с мамой читали старика хаттабыча помните и он спросил а почему волька отказался от дворца был хороший советский ребенок а сейчас бы ребенок не отказался от дворца мне так много не надо просто зачем вот вам приходит максим вот дворец бери там ты возьму я не некогда будет убираться убираться не я вот сейчас вот только совсем недавно приобрел наконец вот тот дом дом квартиру в которыми уютно хорошо она не огромная она именно функционально очень правильно сделан там есть кабинет есть гостиная то что я очень люблю гостей из и кухня там где в общем то все замыслы и происходят все споры понимаете все потому что я ребенок выросший в пятиметровой кухне вот моя колыбельная была стук швейной машинки который работала моя мама и трамвай под домом ходили поэтому я уже я могу засыпать при любом шуме поэтому мне дворец не нужен я согласен на маленькую уютную квартиру ночью больше счет и дворец не нужен девочка потому что я читал старика хаттабыча я вырос тогда а нас тогда говорили что это все на задатки империализма то есть старика хаттабыча надо внести на самом деле в программу сейчас вы понимаете детям стали его как раз когда заканчивал школу в нашу школьную программу стали водить например такие произведения как мастер и маргарита но я не думаю что это произведение нужно ребенку в 15 лет есть дети которые могут понять это произведение вообще-то огромная сложная работа эмоциональные духовно эта книга и для каждого из нас наверно мастер маргарита в разные периоды жизни она заново открывается эта книга книга наших странствий по какой какой слой сейчас из мастер маргарита вам ближе ну это краю уже все эту фразу сюда повторяют что ничего не проси сами не 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 фразу там ну грубо и и можно поделить на несколько слоев московский слой сатирический слой иуде это сказать библейская история вот я думаю что знаете когда на несколько лет назад мой друг лада которая живет в израиле наконец-то для меня открыл заново по-другому точнее даже мы больше погрузились в историю потому что история очень настолько многовековая сложнейший иногда просто не можешь понять где там римляне где-то то наверное давайте будем говорить библейская библейская сейчас ходу найдем о девять лет мальчик выпал вопрос девять лет мальчик а почему иерусалим такой важный город вы же у нас часто бывают объясню для вас на меня именно про себя говорю только про конечно отдуваетесь за себя за кого же мне еще очень сложно найти свой храм очень сложно эти многие люди приходят церковь просят машину квартиру и все остальное конечно я в какой-то момент понял что именно это мне пришло именно здесь в израиле в иерусалиме в храме гроба господнего когда я понял что не надо ничего просить у него ничего не надо его надо благодарить я так говорю господи у тебя так много там просящих они все время просят тебя и просят можно я тебя буду благодарить вот я ложусь вечером ну стараясь это делать каждый раз я благодарю однажды я мы были тоже на гастролях и в одном храме настоятельница прошла нам проповедь она сказала господь породил нас не не там не рыбами не свиньями он сделал нас себе подобных и вся наша жизнь заключается в том чтобы хотя бы приблизиться капитам его чтобы господь этот свет если человек будет устремлен к свету ему будет над чем работать в этой жизни а не чего-то просить это дурацкая русская сказка про его дурака или там емелю который лежит на печи и какая-то рыба ему исполнять все желания вот это вот я ненавижу это и поэтому вот что такое путь господа это работа над собой что почему а по поводу иерусалима почему почему он для вас важно для меня это храм где я могу где у меня узнать все понимание пришло понимание того где вот где здесь что я я прихожусь в эту церковь в этот храм я оттуда выхожу светлым а в большинстве храмов которые очень такие я выхожу очень неплохо неплохо я болею я я грешен мне плохо я я должен каяться я должен раскаиваться а именно здесь я выхожу светлым ты из храма грубо господа это несмотря на это сумасшествие туристов у него я очень могу абстрагироваться я как радио выключая просто звук изображение пускай идет девять лет мальчик что такое бог наверное ответил он уже не для вас вот уже как бы сформулировали я вы так сказать об этом говорили бог бог это все что нас окружает мне кажется это то что ты живу их его творение хотя хотя нет помимо этого есть еще человек который все это уничтожает вот еще беда большая человека природа настолько совершенно а человек нет и человек губит все то что рядом прекрасно и замечательно губит от глупости свои от того что теряет бога но свет вот то что я говорил свет это и есть бог куда надо в понимании стремится значит воспитывать себя берегите свою душу любить наверно так я воспитываю себя в том что я до сих пор работаю над собой над своими ошибками я стремлюсь к тому чтобы радоваться и я наслаждаюсь тем что мне господь посылает менять я прилетел сегодня в тель-авив я рад не говорят жара бог с ней жарой в москве 14 градусов мне хотелось этого тепла это радость но я не знаю просто мне кажется если и если ты готов изумляться то ты увидишь это вот и все а потом представьте какой я счастливой жизнью в моей жизни все совпало это разве не радость не благодать и я только могу был гореть и они я работаю я работаю в папа в профессии которая является моим счастьем ведь очень многие люди занимаются не своим делом клянут судьбу знаете как сидит мужчина в троллейбусе и говорит господи как же мне все надоели жена все время пилит и пилит дети паразиты плохо учатся зарплаты не никакой нет сидит такой ангел у него на плечах надо же какие странные пожелания но надо исполнять то что признаешь что исполнять конечно если ты бросаешь в эфир ненависть грубость то а это все бумеранга возвращается ну просто предвосхитивший вопрос я просто собирался задать так уж пошло если существует судьба 13 лет мальчик если существует судьба то что тогда зависит от человека труд трудиться вы трудоголик да не не представляю себе жизни без профессии точнее даже нет ну всякая же может произойти я предположим могу там какой-то недуг меня сразительно я не знаю не могу но я все равно буду заниматься на творческой профессии потому что мне нравится это состояние я буду работать я я не могу без труда мне это будет сложно я мне когда выпадает выходные я просто схожу с ума но все время надо играть не 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 играть пусть играют дети я живу нет поделом что там нет и играть имел ввиду не я понял понял все-таки актер артист 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 нет дело в том что просто нужно состояние вот этого внутреннего узнать как вот перед выходом на сцену вот тренинга просто меня мои вопросы мне идут так мне появляется вопрос потом появляется следующий я знаю что его задам следующий вопрос клянусь клянусь я хотел задать следующий вопрос 15 лет мальчик а что такое кураж это то о чем вы говорите вас обрубила сходу объясняйтесь кураж предвкушение азарт желание что-то сделать такое чтобы все обалдели да и кураж его это очень я так обожаю это состояние перед спектаклем вот когда этот вот еще в таком смятении непонимание какие они там как ты что полетишь не полетишь и и обожаю состояние после спектакля знаете такая ломота в суставах когда ты сидишь и тебе хочется чтобы вот тихо 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 сейчас вот просто чтобы все становились тихо подождите так хочется все такое живое знаете вот живое и часто очень с моей командой сейчас попойди еще раз это сделать вот это кураж на еще раз это 4 года мальчик кто такой дурак я посмотрел сегодня в самолете одну замечательную картину называется дурак история рассказывается про человека который в провинциальном городе живет работает в жкх старшим каким-то инженером он приходит на вызов срочные лопнула стена уже фасад начинает рушиться и здание может вот-вот рухнуть в этом здании общежития живут там люди ну скажем так которые давно уже не ищут свет и не стремятся к богу он понимает что если сейчас этих людей не спасти то они погибнут он едет к мэру города попадает на ее день рождения где сидят вся все фишки этого города и он им говорит что надо что-то делать и вскрываются все грехи этих людей они понимают что сейчас этих людей выселять которые не стремятся к богу то их некуда селить а значит нужны деньги а денег нет потому что бюджет они уже украли вскрывается их вся подногот на этих людей и они принимают решение что не будем ничего делать пусть гибнут этот человек бежит в это общежитие девять этажей оббегает и говорит выходите на улицу вы погибете сейчас вы погибете и вся толпа это выходит на улицу он год уходите сейчас они его избили и снова вернулись свои квартиры вот вам ответ дурак дурак хороший человек получается да ну вы понимаете что картина так говорит о том что не нужен вот что и сейчас происходит с нами со всеми мы не хотим не нас не надо спасать это ужасно но есть такой дурак который пытается нас вывести на свет мы его не слышим 6 лет мальчик а ты хороший я да я хороший то есть дурак блеск 7 лет девочка говорили вот недавно мы с юлькой были на берегу моря сидели в городе сочи и вдруг что-то заговорили и я круто знаешь я не стыдно за себя я хороший человек три года мальчик кто я я максим уверен я артист артист на прежде всего да это моя самое главное достижение жизни я артист вопрос тринадцатилетнего мальчика потому что это единственный вопрос мой да мне вот я бы сказал еще так я человек который всегда смеется вот человек который себя смеется вопрос тринадцатилетнего мальчика это мой вопрос я его спросил свое время у папы 13 лет мальчик зачем люди носят маски артист носит по определению маски всегда нет 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 с годами как раз получается что маски они уже не рисуются у высоцкого есть потрясающее стихотворение где он именно про это размышляет все научились маски надевать чтобы не разбить свое лицо а камни я в тайну масок все-таки проник уверен я что мой анализ точен и маски равнодушие у иных защита от заслуженных пощечин а потом есть люди которые понимать вот что такое юность детство юность мы же приходим в этот мир светлыми прекрасными ангелочками дальше начинается вот эта мясорубка жизни и кто-то падает так и поднимаясь говорит не не я больше не хочу я не хочу чтобы было больно и от этого закрывается от этого мира но мне кажется что упасть и снова подняться и снова идти туда чтобы чтобы жить по-настоящему это работа работа вот вы сейчас привезли эту программу которая общем как бы пропитана стихами надо сейчас вот это цитируете высоцкого девочка 8 лет отчего это не так рано нас покидают поэты понимаете мне кажется что просто есть тут люди некоторые люди приходят в эту жизнь чтобы нам что-то открыть или быть предположим голосом этого времени свободным потому что искусство это это помазанники божьи вот так скажем так люди которые потому что ну то что тут предположим и сейчас даже не про высоцкого там поэтов-то а именно вот например леонардо винчи это же просто же ведь какой-то мессия просто человек который столько всего нам тогда предсказал до всего сделал высоцкий это голос свободы почему не так рано ходит это знаменитый клуб 27 круто ну высоцкий умер позже но этот рок-клуб печально известный я не знаю зайдем мне кажется просто видим это какое-то я просто не я не люблю этих общих фраз господь забирает лучших что это за глупость какая-то лучших а представляете что высоцкий даже до 80 лет когда я услышал вот это первый раз когда люди как я не представляю себе он дожил вы не хотели бы чтобы человек жил вы меня простите как это вы любите кого вот этот образ этого человека его и и вы готовы в могилу положить вы не смысл не видите его в этом времени да я был бы счастлив если человек жил был и здоров меня поражает что люди похоронили так человек должен жить поэтому я не понимаю когда люди говорят он ушел вовремя как вовремя как может быть вовремя вовремя когда тебе сто лет так же он детьми ты счастлив и ты уходишь светлым не знаю я не понимаю это не хочу даже когда это услышал в телевизор когда ты какой-то известный человек сказал даже может быть и правильно что он ушел человек рожден жить что даже если он является неким пророком поэтом опять же мессии такой творческой то леонардовичи дожил понимаете до почти нового возраста и при этом все равно же создал это все гениальные свои полотна сюда нет 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 жить надо жить все равно я только вопрос да я понял да я вас увлекаю в разговор я нет я не я не против я сейчас пожалуйста вовлекать или за ну да следующий вопрос все равно к вам продолжение той же темы 9 лет мальчик что такое талант и зачем он дается людям талант на талант мне кажется что это у каждому человеку дается просто не все его чувствует и понимает куда все а как определить свой талант вот этот вопрос который сидит масса людей всегда говорят я без таланты я не знаю я считаю что я тоже считаю что не такое понятие чем без таланта но это тоже так мою но в принципе как вот определить свой талант нащупать его пример я знал всегда самого раннего детства что я буду артистом я для этого все делал когда человек сейчас вот молодежь до 16 лет 16 лет ты спрашиваешь чем бы ты хотел заниматься я не знаю это значит что он не имел возможности работать над собой значит он ленился значит он мало прочел книг значит он мало ходил секции кружки он не начинал пробовать себя где-то мне просто повезло я просто сразу как-то так и туда попал ну как определить вот это вот это твою а это не твою пробую ошибки пробы так всю жизнь тыкаться в разные стороны конечно а потому что когда тебе 16 лет ты можешь себе это позволить тыкаться ошибаться падать ты но ты можешь себе позволить в 16 лет эти молодость это круче чем талант потому что все можно и нет слова никогда слова никогда нам позже начинает к тебе уже прилипать ты понимаешь что уже идет жизнь на убывание на вычитание вычитаешь вычитаешь вычитать для вас есть никогда или нет или появилась когда мы были маленькие учились в институте один педагог нам говорил дети мы там что-то безалаверно что-то делали на какие-то и он сказал дети запомните нет ничего слова страшнее слова никогда ну что такое шумом какую-то заворачивает никогда до как два может быть никогда теперь я понимаю что самое страшное слово никогда девочка что такое совесть сейчас это уже по я понятия занесена в красную книгу не оставьте но мои мнения про книгу не про кого я говорю про максим а так я вам говорю это по вас красно вас красной книги ваши нет нет просто сейчас за эту орден дают честь и достоинство а мне кажется что это то что должно зарождаться в семье семье совесть честь когда человек понимает что такое хорошо и что такое плохо как это появляется то есть это только семья может семья ничего и не веришь школа может что-то дать ничего подумал семьи как и человек родился вне семьи ну смысле не родился вырос вне семьи в детском доме на приоле будет бессовестно нет неправильно эти как раз люди наоборот потому что понимаете когда защищен что такое родители от защиты в первую очередь дети пока наши родители а ребенок который вырос вот так у него еще больше это желание понимать вырваться вперед потому что в тебя никто не верит нас когда тебя верит родители когда они вкладывают в тебя свою душу совесть в тебе воспитывают то это помогает человеку дальше идти а человек который один вырос ему еще больше понять у него жадность до жизни с другого страны зайду к вопросу что такое 0 9 лет мальчик есть грубо говоря эквалайзер хорошо плохо правильно неправильно порядочно непорядочно умные где-то посредине есть вот . грань который то есть мы не как отсчет понимаете если точки зрения вопроса можно было бы пессимистично ответить 0 это все zero ну давайте посмотрим с другой стороны пускай 0 будет исходная как вы определяете максим не надо там 0 исходная тыры пыры вот я максим как я определяю что вот досюда хорошо отсюда плохо нет я вот туда то есть 0 это исходная 0 это начало начало то есть ответ потому что не по мне было бы сказать это конец нет нет это не конец я имел ввиду вот по вот именно с точки зрения с точки вверх логи один слит мальчик лошадь выбирают по зубам а друга как дорога ну это видимо друг это когда хорошо когда понимает когда можно с ним поспорить поругаться не знаю за за наверное за может быть опять это слово понимание за понимать вас много друзей нет уже мало понимаете я раньше в силу своего характера наверное потому что я все такое взять меня если брать так я с широко раскрытыми руками живу на этом свете я также по-прежнему остаюсь широко раскрытыми руками но я делаю уже вот так вот так вот так потому что кто-то уходит так получается я не просто я никогда не делал насилия какого-то давайте ребята дружить встречаться никогда если ты хочешь со мной встретиться или я с тобой я все это для этого сделаю не надо для этого кто-то ну дело в том что действительно пошло такое время когда теряешь уже друзей в силу просто кто-то уходит из этого мира и уже ты я делаю это так для того чтобы еще больше заградить вот этот вот мир свой своих друзей чтобы их не растерять то есть с одной стороны вы живете широко раскрытыми руками с другой стороны вот я закрываю закрываете свой мир закрываю мир потому что очень много людей почему-то думают что имеют право вести себя по отношению ко мне как-то как будто они имеют на меня монополию а кто-то имеет на вас монополию ну конечно есть 5 лет девочка за что нельзя простить тоже понятие уже так узнаешь время я вам говорю как я это постепенно стирающийся такой знаешь под наждачной бумагой жизни немножко понимание этого за что можно простить я уже наверно так живу я пойму и может быть даже прощу но наверное уже не смогу быть за что за что нет не смогу про за что нему вы не сможете простить но есть вещи которые там я не знаю на ногу наступил я плену на спину за что вы не за что вы максим вот скажем так вы простите но не сможете дальше быть близким чтобы за что человек от вас уйдет я уйду ну или вы уйдете ну уйдет из вашей жизни предательство слово понимаете она какой-то тоже она слишком прозрачный потому что что поэтому подразумевает по словам предательства ох не знаю вроде вопрос просто не знаю думаю наверное все таки за предательство предательство ну тут первое что может быть это когда нет есть у меня была сейчас ситуация в жизни когда мне надо было принять решение просто я был не готов к такому повороту судьбы но это произошло когда человеку которого я очень верил считал одним из таких важных людей моей жизни в какой-то степенью но я в какой-то момент когда произошел один разговор понял что дальше уже невыносимо надо идти дальше прозрачно ответил не могу конкретно я просто не хочу конкретно говорить потому что дело касается да 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 поскольку понимаете это же касается всегда двух человек а поэтому я не хочу обижать человека который когда ты мне сделал больно я это пережил я живой и сижу перед вами слава богу тогда думал что умру думал как это может быть я простил я дальше пошел но я уже туда не вернулся 6 лет мальчик только не воспринимайте вопрос фигурально я вот купил себе подарок тебе подарок что ты мне можешь подарить представьте себе максим что вы господь бог вы можете подарить не обязательно вещь конечно айфон это круто или там бентли какой-нибудь вы можете человеку ребенку мне другому человеку подарить все вы господь бог на одну вещь это может быть понимание мы умение вещь что угодно но только одно здоровье переходим к следующему вопросу девять лет мальчик в музее дали в париже спросил зачем нужен эпатаж это талантливый эпатаж будет я имею ввиду дали талантливый то что сейчас происходит и люди подразумевают это эпатажем я считаю что это какие-то фрики просто парад уродов парад уродов вот если этот имейте ввиду я ничего не имею ввиду мальчик спросил я просто вас опять вовлекаю хорошо 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 если говорить о дали вы мне тоже можете задать вопрос в конце концов ну вы кого имейте ввиду я имею я кстати имею ввиду дали это талантливый эпатаж это способ его существования самовыражение хотя я вам скажу честно его произведение я не фанат его потому что когда я был вот положено казалось как это сложно сейчас я смотрю я не могу меня это не возбуждает и потом он и жизнь свою так во всем был его вот такое проявление ну вот так вот жил понимаете вы смотрите черный квадрат малевича есть вопрос что такое есть вопрос что такое у тебя интересного в черном квадрате малевич пожалуйста я объясняю человек сказал ну давайте товарищи а теперь сделайте умное лицо стойте перед картиной говорите в этом что то есть мне кажется он посмеялся над нами он просто сказал ну давайте покажите свои умные лица и все стоят черный квадрат по-моему он был просто хулиган который сделал вот так мне кажется и Дали он был просто вот именно таким ребенком для чего они это делают для того чтобы было ему хорошо и интересно жить то есть развлекается чувак развлекается да да а все остальные сидят с умными лицами и тот кто входил в его игру он становился одним из вот избранных которые говорят а все остальные серьезные лица все такие что то в этом есть а там ничего не а он там говорит он просто фу ну прикололся чувак конечно по нашему по современному говоря языком прикололся 7 лет мальчик папа хорошо быть знаменитым ну вы знаменитый ну пастернак сказал быть да 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 хорошо знаете почему скажу был бы я незнаменитый никто бы я не смог бы создавать спектакли Так ли? Потому что на них бы никто не приходил. Никто бы ходил по улицам, никто бы меня не узнавал. А вам это надо, чтобы вас на улице узнавали? Я к этому спокойно отношусь. То есть это как бы, ну, не важно дальше. Почему это не важно? Вы же говорите, что не... Меня узнают. Когда меня спрашивают, а вы вот не скрываетесь? А что скрываетесь? Я не вор, я ничего не украл. Что мне скрываться-то? Я сделал свою работу честно. И она нашла отклику зрителя. Меня полюбили. Так что же я буду... На экране хороший, а в жизни не фотографируйте. Это кайф? Или это вам хорошо от этого? Это лишь дополнение к тому, что позволяет мне творчески интересно существовать. Не больше? Как это не больше? Это очень даже больше. Понимаете, я играю репертуар мирового уровня. Я не делаю спектакли, знаете, трусы над пропастью. Я играю отеллы, например. У меня есть спектакль. В наше время-то кто пойди отелла повезет куда-нибудь. А я играю спектакль. Потому что мне это интересно. Я не бегаю за заработком, а я занимаюсь творчеством. И в этом какая-то доля. Конечно, именно мои знаменитости. А потом, например, когда началось такое всеобщее обожание, я заметил, идет человек по улице, он идет грустный такой, у него плохо все, вдруг он видит меня. Я заставил эту страну улыбаться. Я рад. А вы как-нибудь боретесь со звездной болезнью? Или у вас есть какой-нибудь иммунитет на этом? Да мне некогда там болеть. Не, ну вы как-то отслеживаете этот вопрос с собой? Я зазвездился, я там... Ну, у меня какой-то внутри, наверное, ценз все-таки сидит. Я этого очень всегда... А потом, понимаете, я вырос в семье, где папа работал на киностудии. И я видел проявление некоторых артистов или там других людей, которые были не очень красивыми. И как-то это во мне сидит, что некрасиво, нехорошо. Но не надо. То есть это вот так вот, вот это вот из детства совесть. Да, да, да. Где-то все-таки, наверное, кто-то скажет, ой, он там все... Люди путают, когда я, например, на съемочной площадке начинаю... Кто-то говорит, ну, капризный. Нет, это профессионализм называется. Когда мне подсовывают сценарий, я работаю над ним, начинаю. Я делаю так, чтобы я понимаю, кому кто-то будет смотреть, чтобы... Какие... Должен я затронуть здесь рычаги, чтобы зритель не оторвался от телевизора, понимаете. Сценарий — это же не только буквы, это действия. На самом деле, слова ничего не значат. Ничего. Смотрит человек за действием, он смотрит за героем и смотрит, что с ним происходит. Его внутренние переживания — это все второй план, называется. Сейчас это все стерто. Сейчас все артисты очень много прячутся за слова и думают, что слова — это все. Очень много появилось в эфире мусора словесного. Что случилось? Каждый раз ты включаешь к телевизор, какую-либо кнопку там, что случилось? Все начинают... Думают, что этим подменяют действия. Я работаю на сценарии, я всегда стараюсь избавиться, наоборот, от слов. Слово, если ты говоришь слово, оно должно быть очень необходимым словом, а не просто пустословим. Сейчас очень много картонного пустословия. Нет, у меня спора здесь не получится. Одно и то же, потому что я про это говорю много лет с точки зрения фотографии. Я, в общем, еще и фотограф, и все время говорю, хорошая фотография не требует подписи. Абсолютно. Если фотография хорошая, она скажет все. Если ей плохая, то подпись не поможет. И когда я начинаю вступать в полемику с режиссерами, которые сейчас просто... Большинство из них это просто разводчики, знаете, по кадру. Как в Америке говорят про артистов, они говорят, это световое пятно. Есть такое понятие, о фотографии световое пятно. Да, световое пятно-то... А я световое пятно. Это я-то пятно, да я огромное, жирное. Вот. И люди начинают говорить, ну, такую требуя, капризная. Я не капризный. Да на самом деле, мне уже как-то и все равно. Раньше я очень переживал. Думал, ну как, это кто-то какую-то сплетню пустил, кто-то это... Сейчас я... Вы знаете, я живу по принципу. Вспомните, как много есть людей хороших. Их у нас гораздо больше. Вспомните про них. Поехали дальше. У нас мы вообще приближаемся уже к концу, надо вас отпускать. Нет, хотите еще? У меня дофига вопросов еще. У нас их много есть. Ну, давайте еще несколько позадаем. Ну, конечно, конечно. Мне даже нравится эта с вами игра, прям прекрасно. Мы сейчас поиграем еще немножко так. Чего у нас там было? О! О! Любимый вопрос. Ну, не любимый, но такой всплывающий всегда, полезный. Десять лет мальчик. Бог создал женщину, чтобы мужчине было весело или наоборот? Мне запретили смеяться в микрофон. Какой хороший вопрос. Сначала весело, потом плохо. Так для чего он их создал-то? Ну, я же говорю. Так нет, сначала весело, потом плохо. То есть, он создал то, чтобы было плохо, если в конечном итоге плохо. Не, Максим, давайте уже, давайте уже тема исцеледуешь. Чаще всего, понимаете, отношения, это сложная работа двоих. И пока будет существовать вот эта вечная полемика между двумя мужчиной и женщиной, будет держаться этот мир. О, опаньки. Ну, вопрос отличный. Чтобы было весело или плохо. Сейчас вам задам вопрос на иврите, потому что вы услышите там музыку. Тут просто есть как бы такая игра слов, а потом уже переведу на русский, но это из той же серии. 4 года мальчик. На щека за нэшек шальбанот поцелуй это оружие девочек. Отлично, я понял. Ну, 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 поцелуй это оружие девочек. А, значит, сначала по щекам, ну да, в общем-то, да. На щека, лё, по щекам, на щека, на щека это, ну, на щек это оружие, на щека это поцелуй. Оружие. Ну да, в какой-то степени. Вообще, любовь это война. Это огромная война. то есть, вот ваша программа будет про войну, да? Нет, нет, моя программа не о вздыханиях, понимаете, под луной, а это всеобъемлющая история человека, который живет в любви, окружен любовью. Любовь это, это есть бог. Любовь. Это не просто вздыхание под луной. Это война. Любовь вообще, это война. Огромная, колоссальная, масштабная, потому что всегда есть эгоизм, эгоцентризм в любви. Как и в фильме у Рената Литвиновой была замечательная фраза, но любовь это что-то такое, ну, не мясо, конечно, но что-то такое кровавое. У Рената Литвиновой завернулась. Она любит так это все. Ну, действительно, потому что здесь вот это вот вздыхание под луной, оно буквально первые три дня. А дальше начинается огромная работа друг над другом, над судьбой. Если люди вдвоем, они борются друг за друга, они делают свою жизнь, они идут вперед, а на этом пути очень много препятствий. Но оружие хорошее. Я цел вас, люблю. Переходим к следующему вопросу, Макс, про другая программа. Да, кстати, хороший вопрос. Как ни странно, по профессии. 8 лет мальчик. С одной стороны, страшноватый вопрос, другой вопрос по профессии. 8 лет мальчик. Мне кто-то рассказывал, кто-то рассказывал сказки, только я не помню. А зачем сказки? Максим, вы снимаетесь в фильмах-то, какие-то там, где-то про Отелло, а где-то нет, хотя и Отелло тоже. Ваша профессия, в принципе, если вдуматься, создавать сказки. Ну, я не говорю про сериалы. Я понял, да. Зачем они нужны? Есть замечательная фраза, я не помню, кто ее сказал. она меня спросила, зачем нужны поэты? Мадам, они помогают нам любить. Мне кажется, то же самое можно отнести к театру. Это возможность человеку вырваться из этой суеты, понимаете. я вам задам более такой, как бы коварный вопрос. Я, например, не люблю сериалы, не могу смотреть, а больше одной серии для меня это тяжело. зря. Есть сериал, понимаете, это возможность, я вообще не понимаю, почему многие артисты говорят, так, ну, здесь сериал, я здесь как-то сыграю, а вот если меня позовет Никита Михалков, вот там-то я, мне кажется, для артиста наоборот, не должно быть такого, он везде должен вкладываться. Я не про артиста сейчас сказал, я говорю... Про формат. Нет, я говорю именно, потому что вы, вот есть сказка, вот вы сказали замечательно, выдернули человека на два часа в театр, дали ему разумную, добрую вещь, и он пошел обратно. Но когда это каждый вечер... не, не, подождите, он ушел уже другим, понимаете. Да, в театр? Театр дает ему возможность чуть-чуть подняться над суетой. Вот знаете, вот мы сегодня ехали в машине и вспомнили фильм Амели, помните такой французский фильм? Вот я помню, что после этого фильма я вышел, и я вот потом спрашивал у многих своих друзей, у всех одно было желание сделать добрые дела. Амели, шоколад, вот... Понимаете, вот как... И вот то же самое предназначение театра. Подняться, распрямиться, жить. Я... С театром спорно получится. А по поводу сериалов я вам скажу, что очень многие сериалы являются именно такими, именно дают возможность жить. А потом вы поймите, вы молодой мужчина, который ездит по миру, многое... Ну, живет полноценной жизнью. Для многих телевизор стал... Молодой мужчина это я, да? Ну, не я же. Хорошо, класс. Я вообще... Не усмотрели все. Ну, при чем ты седина? Седина здесь ни при чем. Вы полноценный человек, который может легко двигаться, жить, смотреть, показывать своему ребенку. Мир. Для многих телевизор стал единственным собеседником и единственным окном в мир. Так я про это и говорю. И для многих людей это в силу того, что они не могут встать и идти там, предположим, да. Но вы же не для инвалидов работаете. Нет, 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 подождите. Мы должны думать и о таких людях тоже. И телевизор... В телевизоре вот этот сериал для кого-то... Я сейчас даже не про инвалидов говорю, а про людей, которые... Например... Им очень хочется такой же красивой жизни, как там, например, какие-то... Так это сублимация. Ну, послушайте, ну как... Получается, люди живут чужой жизнью. Есть такое. Нет, там есть другая история. Люди привыкают к герою. Им необходимо, поскольку наша жизнь нестабильна, и каждый день происходят какие-то события и не очень хорошие. Человек, приходя домой, хочет стабильных вещей. Вот как эта чашка. Вот она как... Знаете, что это его чашка? Это его стабильность. Он приходит... Тапочки лежат на определенном месте. Это его стабильность. Он приходит домой, включает телевизор, и он видит того человека, который видел вчера. Это стабильность. В случае со мной была история, когда вышел этот популярный фильм «Глухарь», да, то очень многие мне говорили, что вот он, как соседский парень, как муж, как брат, как внук, как сын, понимаете, мне приходили письма, от людей, которые, предположим, потеряли своих сыновей, да, на войне, или еще где-то. И они вот пишут, «Максимка, ты мне как будто вернул сына моего». Понимаете, как я... Она полноценная женщина, все. Но для нее я в какой-то степени стал близким и родным человеком. Я имею в виду героя своего. Конечно же, понятно, что, может быть, я совсем другой в жизни. Но для кого-то это что-то значит. Я встретил своего педагога после... Который преподал мне в институте. Ада Васильевна Пушкина, читающая Пушкина, там вообще, это педагог по художественному чтению. А вдруг она мне говорит, «Я смотрю». Я говорю, «Ада Васильевна, там же мужики бегают с пистолетами и стреляют». Я говорю, «Нет, ты не понимаешь. ты оставляешь не свет в конце тоннеля. Вот и все». Ваше мнение, Максим, мы все-таки добираемся до конца, потому что, ну, надо как-то... Надо когда-нибудь заканчивать передачу, потому что я бы не уходил. У меня еще куча вопросов. Но, тем не менее, в общем, традиционный последний вопрос. Восемь лет мальчик. Зачем мы живем и почему умираем? Почему мы умираем, это... Дайте уберем. Я сейчас... А? Если не хотите, можете отвечать на вопрос. Нет, нет, я отвечу. Тема сейчас такая для меня очень актуальная. Почему мы умираем? Не знаю. Вот приходим, наверное, для того, чтобы что-то в этой жизни понять. А умираем, может быть, опять же, я настаиваю, потому что, блин, вот у меня вопрос про Высоцкого, он меня прям, знаете, аж сколыхнул, мои живые стрелы. Надо же вас было как-то... Вы думаете, что я как газовая колонка, только спичку поднес. Ну, так правильно, я спичку поднес. Ну, да. Но я так немного, я не зло встал. Мне с Вами очень понравилось говорить. Живем, чтобы жить, умираем. Опять-таки, я не очень верю в третью или четвертую жизнь, когда говорят, в загробную жизнь. Потому что мне эти обещания как-то не очень... Я им доверяю. Мне кажется, жить надо... Живем, чтобы жить, и все. А что вы вкладываете в слово жить, это уже... Ну, что вы вкладываете? А я вам говорил про то, что... Мы итоги подводим. Надо стремиться к свету. Что вы вносите в смысл про свет? Это не... Это мы начнем новое говорить. Вы нам ответите и за свет, и за газ, и за все. Ну, не знаю. Жить, какое короткое слово, как сама жизнь. Жить. Жить. Давайте я вам стихотворение прочту. Оно отвечает на все вообще вопросы. Оно короткое, и как оказалось, очень точное по отношению вообще ко всему. И к любви, и к жизни. Это Роберт Иванович Рождественский. Все начинается с любви. Все начинается с любви, твердят. Вначале было слово, а я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Все начинается с любви, и озаренья, и работа, глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. Все начинается с любви. С любви, я это точно знаю. Все. даже ненависть, родная и вечная сестра любви. Все начинается с любви. Мечта, и страх, вино, и порох, трагедия, тоска, и подвиг. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе, живи, и ты от шепота так очнешься, и выпрямишься, и начнешься. Все начинается с любви. Уважаемые интернета зрители, до свидания. Облом, но, к сожалению, передача детский, не детский вопрос подошла к концу. Сегодня ответы на простые детские, не детские вопросы искал артист, но это не важно, человек по имени Максим Алик. Нет, не пароход, а просто человек. Просто человек, человек Максим Аверин. Максим. Спасибо, Максим. Было здорово. Вот если бы действительно, если бы мы чаще говорили вот таким языком, ведь они мудрые дети. Они же что, вопрос, почему я живу, я умру, ты умрешь, и я умру. Какие-то такие точные вопросы. Понимаете, обычно журналисты, они начинают какую-то вот так немножко ладить. А ребенок, он конкретно, что такое, какашка, и что такое радуга. Почему она такая? Есть и такие вопросы, но мы до них сегодня не добраемся. Я сейчас должен еще раз сказать, что мы заканчиваем передачу. Уважаемые интернеты зрители, мы опять заканчиваем передачу детский-недетский вопрос, в которой искал ответы на простые детские вопросы человек, не пароход, а просто человек по имени Максим Аверин. Максим, всего доброго. До встречи. Спасибо. 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 Продолжение следует...